поэтому нельзя гарантировать что если у вас есть препарат для определенной цели для определенной целевой молекулы что этот препарат будет работать против при самых различных опухолях с той же мутации это надо иметь ввиду при разработке персонализированными персонализированного лечения при онкологическом он его он к фармакологии так что вот есть такие ограничения в плане того что можем ожидать вот в разработке этих препаратов так что мир намного более сложен вы видите здесь на этой сложной схеме не можете видеть что одна мутация берам скажем мутации она может вызвать самые различные изменения вот в этой сети так так важно то что другой стороны революция в терапии меланома она реализуется при воздействии на иммунную систему и таким образом имеется иммуно терапевтическая революция в настоящее время и мы должны понять таким образом каким образом работает иммунная система у раковых больных при этом активируется определенные молекулы инициируется иммуно ответ при этом когда речь идет об иммунотерапии ну например это интерферона альфа как мы мы его тоже применяем в этой ситуации но на самом деле это не всегда работает потому что центральные проблемы функционирования иммунной системы у раковых больных это эта система заблокирована новые молекулы те тем молекулы которые могут заблокировать иммунную систему здесь тут речь идет о таком парадоксальном принципе ингибирование ингибитора и наоборот активация активаторов это составляет суть или так сказать задачи ему и и многической терапии в настоящее время у нас есть две ключевых молекулы это если лимфоциты у вас есть активирующие рецепторы и есть ингибирующие рецепторы у этих клеток у этой популяции и если у вас осознать если т-кле т-клетка в одном случае станет социтотоксической клеткой она будет пролиферировать возникнут те клетки при воздействии с эти рецепторы возникнут клетки которые будут убивать раковые клетки но если вы но если вы будете применять легант этого рецептора то наоборот вы будете ингибировать эти клетки и эти клетки активированы они будут далее расти таким образом эта функция будет она будет прекращена она будет заблокирована то есть каждому каждому повышающему фактору для клеток соответствует свой ингибирующий фактор можно подобрать такое режимы и вот разработаны моноклональные антитела против так называемой сети или 4 известные по вновь название полимемаб это фармакологическое название и здесь иной эффект нежели не волумаб или иные препараты которые моноклональные антитела которые действуют на несколько иные точки и что мы увидели вот при использовании перимом оба и вас наиболее важное наблюдение состоит в том что вот это вот м показывай мы набраны пять тысяч метров больных метастатические милами и меланомами которые при на котором давали эпилимумаб из них 30 процентов прожили три года части даже 5 даже 10 лет и до того и при до этого при использовании химиотерапии эта цифра составляла всего лишь четыре процента это означает что эта группа больных вылечивается вот тем что деблокируется иммунная система у этих больных и при это то есть эффект состоит в том что те лимфоциты которые должны работать против опухоли они не подавляются наоборот из них вырастает целая армия клеток которые борются с опухоли и вот опять таки здесь можно показать работу где используется адъювантное действие такого рода терапии препараты пилимумаб ведет выгодик значительный это больные лечены эпилимумабом против больных которые лечили плацебо этот это это показатель называется безрецидивная выживаемость и мы здесь сообщаем можем сказать о значительном вкладе значительном эффекте и пилимумаба у больных у тех больных у которых имеются поражение лимфоузлов но я не буду вдаваться в дальнейшей детали так так ну чтобы теперь красно хотел быть перекоснуться того что другие молекулы они в состоянии деблокировать иммунную систему это так называем препараты анти педи один это препараты они появились всего лишь в 2013 году но из а моих проверках займет еще следующие два года их надо еще что чтобы их приняли для фармацевтического применения с препаратами типа сети анти сетели 4 мы действуем тем самым на систему т-клеток а что касается педи один то мы деблокируем деблокируем блокирующий механизм тоже для таких же цитоксических т-клеток и что при этом стоит происходит когда цитоксические т-клетки поступают метастаз и они готовы уже убивать опухолевые клетки и их нейтрализует сами опухолевые клетки потому сколько они вырабатывают педи ван так называемый фактор это значит что т-клетки не могут в эти в этой ситуации функционируют так как они нейтрализованы и и приз здесь можно использовать соответствующие антитела эти антитела они прерывают это негативное для нас для точнее для больного взаимодействия и гибель опухолевых клеток продолжается таким образом мы заставляем с помощью этого механизма иммунную систему работать снимаем эту супрессию теперь что касается педи один две основные молекулы используются в то в частности из них одна неволумаб и и чтобы мы видим данные по неволумабу и помолили помолизумабу они показывают они показывают примерно одинаковый эффект вы видите что от 50 до 70 процентов больных отвечают на терапию но что важно что это работает не у всех больных с меланомой независимо то есть у них бра в мутации или нет это неважно это работает у всех больных но очень важно что если вы если больной отвечает то ответ продолжается и продолжается должен вам сказать что ингибиторы бараф мутации след они дают вот определенный длительный эффект по длительности выживания но если у больных которые метастатической меланомы которые лечатся вот этими новыми препаратами у них срок выживаемости до двух лет и он показывал показал вам здесь следующее что больные с метастатической меланомы вот с обычной химиотерапии и здесь сравнивается с лечением смущеновых антипеди препаратов и вы видите насколько это препарат лучше работает голубая линия это это так называемая терапия с дагодокарбазином а красная линия на это из по это больные где использовали антипидинги и педи ингибиторы коричневой линии коричневая линия всего для линия для график для всех больных с меланомой и можете увидеть что совершенно что эффект на лицо что абсолютно две разные кривые что имеет как бы революционное место революционной ситуации в лечении так это значит что сейчас с помощью препаратов антипиди он можно добиться эффекта у 40 40 процентов больных это по сравнению с тем как раньше было четыре процента десятикратное улучшение таким образом успешности терапии так но я уже показывал вам что анти антипи пи 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 диван он более более эффективен чем другой препарат тоже таргетный но что касается комбинированного их эффекта то здесь достаточно интересная ситуация что такое ну ладно тот феноменом этот феномен мы не наблюдали до селе мы видим что антипиди один эффективен против различных самых различных типов опухолей это и он видели вы видите здесь что и хэдэнэк канцер и меланомы и разные другие и рак груди и хошкинская лимфома они все под они все могут быть могут лечиться этими препаратами антипиди один по сравнению с таксотером например большая разница вы видите здесь на эти кривых не даже в рака и даже больны с раком легких они имеют длительное выживание не мелкоклеточный рак легкого вот вы здесь видите препарат антипиди один и существенное улучшение выживаемости но очень важно обратить внимание на на антипиди один подавление опухоли посмотреть на на то какие уровни подавления на иммунного ответа имеется этим препаратами и вы можете видеть что эффект антипиди один терапии и в конце концов существенный в конце концов мы можем его ожидать ожидать для тех больных у которых даже очень небольшая экспрессия пиди один то есть это между это таргетная терапия она имеет эффект и тогда когда мишень экспрессируется в небольшом объеме мы имеем одну и ту ту же самую кривую для больных с раком head and neck головы и шеи и здесь обычное лечение токсотер и мы здесь видим значительно лучше эффект от препарата антипиди один чем от токсотера разница в процентах здесь приводится рак head and neck головы и шеи мы знаем теперь что мезотелиома она и также имеет очень похожий профиль ответа к тому что обсуждалось проранее и она вот у нас больные с раком желудками которые не отвечал на обычную терапию ну 3-4 месяца раньше у них был срок выживания а теперь а теперь у них вот целый возможность контроля контролируемые контролируемое состояние у них даже до двух лет то же самое имеет место и для других видов рака это лечение вот это результаты лечения препаратами антипиди один рака мочевого пузыря в принципе рак мочевого пузыря не может не реагировать ни на какую терапию химиотерапия но обычно год два человек живет это я пропущу еще хотел бы что вам показать вот этот слайд это лимфома хорчкина лимфогроматоз здесь ряд линий терапии для него есть несколько способов лечения один из них трансплантация костного мозга но есть больные для которых это уже не работает и вот в этой ситуации на 51 сработал возе сработало восемьдесят шесть процентов ответила восемьдесят шесть процентов больных то есть препарат работает и здесь и почти в пятьдесят процентов имели частичный ответ ну часть часть конечно часть больных конечно ответила хуже они просто не рецидивировали таким образом антипиди один терапия это может стать ли терапии первой линии у больных и с пилономой тоже ну посмотрите теперь на этот слайд антипиди один это наиболее важный препарат в истории медицинского лечения в истории терапии рака то есть он дает очень важное преимущество по выживаемости при раке почки раки мочевого пузыря легких мезотелиома головы и шеи пищеводы сейчас первые а также при колоректальном раке и при целом ввязи других опухолей там где нарушена репарация ДНК нарушенная система репарации двунетевой ДНК и ответ на антипиди один препараты имеется и в этих случаях тоже независимо от механизмов возникновения опухоли и мы надеемся что истинное введение в клинику этих препаратов наступит к 2018 году что касаемо то есть работа нашего центра раков в этой области она достаточно большая мы проводим три заседания в день посвященные тем вопросам и и мы сейчас проводим очень много различных совещаний не касающихся возможности внедрения препаратов пиди один то есть в связи с этим появлением этого препарата реорганизуется буквально вся работа нашей организации и последний слайд касается возможности комбинации этих молекул антисетели четыре антипиди один ну могу вам сказать что это комбинация дает беспрецедентные улучшение ответа это дает улучшение выживаемости больных вы видите какая громадная разница почти до 60 процентов увеличивается выживаемость у больных с меланомой это показано и в рандомизированном исследовании их ну и сейчас и это же касается данных по беспрогрессионной беспрогрессионной выживаемости и по различным иным показать производным показателям выживаемости и это будет закончено видимо результат был получен в течение ближайших 18 месяцев таким образом девиз нашей работы это прорыв барьера толерантности опухоли к иммунной системе и другие исследования продолжаются где иммунная терапия комбинируется с другими модальностями другими способами лечения то есть усилие направлено на то чтобы каким разными разным способом в том числе и радиотерапии стимулировать иммуногенез в отношении опухоли так последний слайд что какие каковы наши предвидения и прогнозы разработка новых иммунных комбинированных препаратов будет очевидно преобладать на протяжении ближайших лет дальше прорыв барьера толерантности это первая предпосылка и такой человек получит Нобелевскую премию антипидиадин антипидиадин молекулы они будут присутствовать практически во всех модальностях терапии при разных режимах ее в будущем и нам все еще надо еще надо применять антистители 4 препараты для того чтобы может быть улучшить эффект при дефиците дерепарации ДНК можно надо изучить те факторы которые могут быть использованы в качестве мишени для разработки лечения в данной подгруппе и это уже происходит и сейчас путем комбинации препаратов которые используются для стимуляции иммунитета о которых мы говорили такова суть революции которая происходит сейчас и это революция происходит в иммунотерапии спасибо большое спасибо за презентацию